Добрый день, уважаемые коллеги. Я ещё раз поздравляю вас с 20-летием Конституции России. В преддверии этой важной даты прошло очень много самых важных и самых разных мероприятий, в том числе и под эгидой самого Конституционного суда. Я отрадусь, что все они прошли неформально, думаю, что вы с этим согласитесь, прошли с пользой, с содержательным общением учёных, экспертов, представителей власти, гражданского общества. В общем, такая самая разнообразная и полезная была проведена работа, и, безусловно, такое заинтересованное обсуждение способствовало юридическому обогащению российского права, стало ещё одним подтверждением, что наша Конституция – это живой, современный закон, имеет значительный потенциал развития. И в этом сближении теории и практики ведущую роль, конечно, играете вы, уважаемые коллеги, играет сам Конституционный суд, по сути, который является проповедником права, толкователем. А ваши правовые позиции становятся коммертоном законодательного процесса, способствуют укреплению гарантий соблюдения права и свободы граждан. Поэтому так важна принципиальность, а подчас и непреклонность Конституционного суда, тем более, что российское общество ещё, скажем так, не в полной мере искоренило правовой, так называемый, нигилизм, о чём говорили и наши с вами молодые коллеги. Я, знаете, совсем недавно встречался на юридическом факультете Московского государственного университета с молодыми юристами. Ну вот, надо сказать, что даже они обращают на эту проблему внимания. Но должен в то же время отметить, что оснований для пессимизма тоже не вижу, особенно если учитывать объём, качество и результаты вашей работы. Так, в значительной степени именно благодаря вам, уважаемые коллеги, изменился менталитет российской власти, выросла правотворческая культура. Вы стоите на страже конституционных норм, защищаете и букву, и дух основного закона. И это служит надёжным заслоном и для власти, и для общества от выхода за рамки конституционного поля. Уважение Конституции к её основополагающим принципам, их непреложное соблюдение происходит не само по себе. Его необходимо воспитывать иногда даже у законодателей. И мы видим, что такие ошибки, юридические небрежности, выявленные Конституционным судом, неукоснительно исправляются, а их количество всё-таки, надо сказать справедливо, уменьшается. Ещё несколько лет назад невыполнение постановления Конституционного суда другими судебными органами было серьёзной проблемой. Сегодня ситуация меняется к лучшему. Считаю символичным, что буквально на накануне юбилея Конституции вы приняли и постановление, которым фактически защитили высочайший статус нашего основного закона и предложили алгоритм действий в случаях, когда решение Европейского суда по правам человека противоречит нормам нашей Конституции. Причём, на мой взгляд, сделали это в исключительно корректной с юридической точки зрения форме. Мы знаем, что разные европейские государства тоже сталкиваются с этими вопросами и по-разному эти проблемы решаются. В некоторых странах, прямо скажем, достаточно кардинально в пользу, естественно, своего основного закона. На мой взгляд, российский Конституционный суд выбрал наиболее оптимальные решения и очень корректные, как я уже сказал, с юридической точки зрения. Вы предложили именно корректный способ реализации решений Европейского суда, который не повлечёт за собой искажений норм российской Конституции. Невозможно переоценить, уважаемые коллеги, огромную роль Конституционного суда, как неприклонного защитника основного закона нашей страны. И хотел бы искренне поблагодарить вас за высочайший профессионализм и честное исполнение своего долга. Прошу передать поздравления с юбилеем институции всем судьям, которые работали в течение этих двух десятилетий и сотрудникам аппарата суда. Я имею в виду тех людей, которых сегодня нет в этом зале, но которые или обеспечивают вашу работу, либо те, которые работали в своё время на ваших местах, сегодня они трудятся в других, может быть, структурах или находятся на пенсии. Но все они сыграли очень важную, заметную и существенную роль в становлении Конституционного правосудия в Российской Федерации, в укреплении основного закона нашей страны.